В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В России отмечают День знаний, как рязанские школьники и студенты провели первый день нового учебного года. Сентябрь вступает в силу, какие изменения в законах облегчат, а какие усложнят жизни граждан. В стране сегодня отмечают День знаний. В образовательных учреждениях региона прошли торжественные линейки. Одна из главных школьных линеек состоялась на территории Рязанского Кремля. Здесь собрались более 700 учащихся из разных школ города вместе с своими родителями и педагогами. Общегородская линейка по случаю начала учебного года прошла у стен Успенского собора впервые в таком масштабе. На площадке выстроилось около 700 человек – школьников и учителей. Был отслужен молебен. Ну а поздравил ребят с Днем знаний губернатор Олег Ковалев. Мы люди взрослые и в этот день вспоминаем свою школу, свой первый поход в школу, свои линейки, которые происходили в школе. И немножко, может, даже грустим от этого, что это было, что это уже в прошлом. Я уверен, что наши дети, родители и педагоги готовы приложить максимум усилий для того, чтобы получить хорошее знание, чтобы воплотить жизнь в свои планы. А мы обязательно будем помогать вам в этом. В Рязанской области проводится большая работа по созданию условий для того, чтобы наши дети учились в хороших условиях, чтобы образование было доступно всем. Мы стараемся, чтобы школа была современной, чтобы в ней можно было получить качественное знание. Еще одним почетным гостем общегородской линейки стал председатель комитета по бюджету и налогом Госдумы Российской Федерации Андрей Макаров. Он также поздравил ребят с новым учебным годом. А тем, кто в этом году услышит свой первый звонок, пожелал чтить и не забывать своих первых учителей. Учитель – это миссия. Учитель – это служение детям. Это служение своей стране. И кто бы что ни говорил, это самая прекрасная работа на свете. Спасибо вам огромное. И дай вам Бог благодарных учеников и достойной оплаты вашего труда. 1 сентября в школы области пошли более 102 тысяч учащихся. Из них свыше 11,5 тысяч – первоклассники. Завершилась торжественная линейка концертам лучших творческих коллективов. Первоклассникам вручили символические звонки, а в небо были выпущены шары в цветах российского триколора. В новом учебном году за школьной партой в областном центре сядут около 50 тысяч юных рязанцев. Из них многие начнут учиться впервые. Так, например, только в 43-ю школу пришли более 80 первоклассников. А еще здесь открылся класс, где будут готовить будущих нефтяников. Торжественная линейка в школе номер 43 началась с гимна Российской Федерации. Флаг страны подняли одни из лучших учителей и учеников школы. Праздник в 43-й школе посетили и почетные гости. Сразу после общегородской линейки, которая состоялась на площади Соборной, глава администрации города Рязани Олег Булеков приехал сюда, чтобы поздравить учеников и их родителей с праздником. Он также поблагодарил учителей за то, что они ежедневно в процессе работы отдают частичку своей души детям. Дорогие друзья, вы знаете, администрация города и Рязанская городская дума будут делать все для того, чтобы вам комфортно и безопасно училась в наших школах. Чтобы вы смогли не только получать знания, но и творчески развиваться. Потому что мы абсолютно уверены, что самые лучшие инвестиции в будущее – это инвестиции в вас, в наших детей. Мира всем, добра, благополучия. В добрый путь. С праздником. Поздравила собравшихся и директор школы Ольга Лобан. Дала напутствие всем тем, кто впервые отправляется за парты. Сегодня, 1 сентября 2016 года, порог школы номер 43 впервые переступит три первых класса. Желаю вам, дорогие первоклассники, упорства, терпения и успеха на пути по дороге знаний. А всем моим любимым ученикам я хочу пожелать с радостью приходить в школу и постигать знания. Верьте в себя. Не бойтесь трудностей. Уверенно трудитесь, усердно трудитесь над поставленными задачами. И все у вас получится. В этот день первоклассники закружились в танцы со своими первыми учителями. Так что их знакомство началось очень ярко и весело. Самый лучший город детства приглашает в гости вас. Наша АМБ, Бэй, Ведейка, двери распахнет себя. А для тех учеников, что постарше, в этой школе стало также намного интереснее. В этом году здесь был открыт Роснефть-класс. В него пришли ребята из разных школ города и области. Все это сделано для того, чтобы молодые люди могли со школьной скамьи выбирать тот путь, по которому хотят идти в дальнейшем. Что облегчит жизнь россиян с начала осени, а где наоборот станет чуть сложнее. С 1 сентября вступает в силу ряд федеральных законов и постановлений правительства. Так, например, с 1 сентября автолюбителям станет проще рассчитывать расходы на свою машину. Так как стоимость ОСАГО теперь будет меняться не чаще, чем раз в год. До этого расценки могли скакать каждые 6 месяцев. А получить водительские права теперь станет сложнее. С 1 сентября сдавать экзамен удостоверения нужно будет по новым правилам. Например, во время теоретической части за каждую ошибку придется ответить еще на 5 дополнительных вопросов. На площадке придется делать уже не 3 упражнения, как сейчас, а 5. Экзамен в городе будет оцениваться по пятибалльной системе. Изменятся и сроки выдачи водительских прав. Для получения их на легковой автомобиль потребуется 30 дней, на мотоцикл или мопед 15. Бизнесу упростят открытие счетов в банках. С 1 сентября индивидуальным предпринимателям не нужно будет брать с собой свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Теперь кредитные организации сами будут запрашивать у налоговых служб информацию о постановке на учет клиента. Усложнились госзакупки иностранных продуктов. С 3 сентября нельзя будет покупать некоторые продукты для государственных и муниципальных нужд. Список получился объемный. Например, под запрет попали рыба, птица, соль, говядина, сыр, творог, а также рис. Как говорится в документе, эти продукты питания производятся и выпускаются в России в достаточных объемах. Сегодня день знаний отметили рязанские кадеты. Если в общеобразовательных школах неотъемлемыми атрибутами праздника являются белые банты и цветы, то в кадетском корпусе их заменяют парадная форма и торжественный марш. 1 сентября – это букеты цветов, нарядные ученики и трогательные первоклашки с большими бантами. Однако в школе номер 33 все нестандартно. На многих девчонках и мальчишках военная форма вместо праздничных костюмов, а на головах первоклашек – зеленые береты. В 2013 году, когда кадетское движение в 33-й школе только зарождалось, в этом строю стояло всего лишь 35 кадетов. Сегодня же их 135. Это не считая учеников прокадетского первого класса. Кадетство предназначено, как уже говорит и президент, для того, чтобы из юных школьников, детей создавались достойные граждане нашей страны. Этим занимается наше кадетское движение. Ребята взрослеют, ребята умнеют, сплачиваются в коллективе и становятся достойными гражданами нашей страны, в будущем достойными защитниками страны. Кадетский класс в 33-й школе был организован три года назад при участии управления ФСБ России Паризанской области и Голицынского пограничного института Федеральной службы безопасности России. Сегодня именно этими ведомствами утверждаются специальные образовательные программы для кадетов этой школы, а выпускники кадетского класса готовятся продолжить службу в высших военных учебных заведениях. Я по окончании 11-го класса планировал поступить в Голицынский пограничный институт. Кадетский класс чаще всего – это выбор самих детей. Уже в своем юном возрасте у них нет сомнений по поводу того, кем стать в будущем. При этом среди кадетов не только мальчики, но и девочки. Я сама захотела пойти в кадетский класс, но, наверное, потому что я хочу продолжить военный путь своих дедов и прадедов. Вот, я пойду в МВД учиться. Многие из этих ребят, так же как Никита и Ярославна, стремятся продолжить дело своих отцов и дедов. А некоторые, как, например, Али, хотят стать первыми военными в своей семье. При этом их не пугают сложности, которых, конечно же, в обучении немало. Сложнее всего то, что мы после уроков остаемся и маршируем. У нас дополнительные уроки, военная подготовка, военная топография, рукопашный бой. В последние годы катетское движение набирает силу. Сегодня среди девчонок и мальчишек профессия военного снова становится не просто популярной, а почетной. И многие из них свой путь начинают именно здесь, с букетом в руках и в зеленом берете. К началу нового учебного года Рязанская область получила 7 новых школьных автобусов. Губернатор Олег Ковалев торжественно передал ключи от транспортных средств представителям школ в районах области. Теперь эти машины отправятся по новым маршрутам, либо заменят старые. Сельским школам Рязанской области передали 7 «Газели» для перевозки учеников. Две 11-местные машины получил Михайловский район, по одной – Кораблинский, Пронский, Путятинский, Сараевский и Спаский. В ближайшее время в регион поступят еще два школьных автобуса ПАЗ, рассчитанных на 22 места каждый. Сейчас все больше и больше ко мне поступает обращение, что мы хотим, чтобы наши дети учились в большой, крупной школе. Выделите нам автобус, пожалуйста, для того, чтобы детей доставлять в школе и обратно, значит. Потому что мы хотим, чтобы дети получали более качественное образование. Микроавтобусы купили за счет федерального бюджета. Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Российской Федерации Андрей Макаров также отметил, что в Госдуму обращались многие работники сферы образования из различных субъектов Российской Федерации с просьбой продлить программу по обеспечению школ транспортом. В мае здесь, в Рязанской области, мы встречались с учителями. Они говорили, очень важно возобновить программу «Школьный автобус». И то же самое говорили учителя. Учителя по всей стране. Дмитрий Анатольевич Медведев дал указание возобновить программу. И вот сегодня мы видим первые результаты этой программы. К этим автобусам надо приложить еще хорошую программу ремонта сельских дорог, чтобы эти автобусы ехали по безопасным дорогам. И вот мы говорили с Олегом Ивановичем, я думаю, эта программа тоже к этим автобусам приложится. В Рязанской области в настоящее время насчитывается более 400 школьных маршрутов, по которым осуществляется подвоз около 7700 учащихся. При этом задействовано свыше 300 автобусов. Все они оснащены в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности. В августе месяце на базе Ряжской школы проходила встреча губернатора Рязанской области Олег Ивановича Ковалева и депутата Государственной думы, председателя комитета по бюджету Андрея Михайловича Макарова. И на этой встрече был задан вопрос именно о продолжении проекта «Школьный автобус». Мы чувствовали недостаток уже в автобусе. Было приятно услышать из уст наших руководителей, высших органов власти, о том, что этот проект будет продолжен. И действительно, слова с делом не разошлись. К первому сентябре, вернее, сегодня, 1 сентября, в День знаний, наша Алексеевская среднеобщеобразовательная школа получает новую газет. На торжественной церемонии губернатор Олег Ковалев передал ключи от новых автобусов представителям муниципальных образований и пожелал им доброго пути. Весь личный состав Госавтоинспекции области сегодня нес службу образовательных учреждений. В первые дни учебного года особое внимание сотрудники ГИБДД уделяют безопасности юных пешеходов. Какие мероприятия они проводят, расскажет Наталья Новикова. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают заботиться о безопасности самых юных участников дорожного движения. Дорожные полицейские сегодня не только поздравили школьников с началом нового учебного года, но и вновь напомнили как самим детям, так и их родителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. А также вновь призвали родителей еще раз показать своим детям безопасные маршруты от школы до дома. За период летнего отдыха многие дети отвыкают от городской суеты, поэтому в начале учебного года очень актуально напоминать детям о безопасности на дороге. Госавтоинспекция призывает всех родителей еще раз повторить все необходимые требования правил дорожного движения со своими детьми. Выработать самый безопасный маршрут следования от дома до школы и обратно. Конечно же первое время желательно встречать ребенка из школы и не просто молча идти домой, а объяснять ему все требования правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД раздавали красочные памятки, беседовали с родителями, а для самых маленьких школьников провели урок, на котором рассказали о важности профессии полицейского. Патрульные наряды выезжают уже к месту несения службы. Вот в настоящий момент у нас сотрудники работают по 12 часов. Это дневная смена и ночная смена, потому что служба несется круглосуточно. Мы с вами спим, а инспектор на посту несет службу, работает для того, чтобы обеспечивать безопасность дорожного движения. Профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, как самых незащищенных участников дорожного движения, проводятся сотрудниками ГИБДД на постоянной основе. Как в преддверии нового учебного года, так и с его началом, количество таких мероприятий заметно увеличивается. Дорожные полицейские напоминают, что в ближайшие дни будут нести службу и контролировать безопасность дорожного движения. Вблизи образовательных учреждений планируется также массовая остановка водителей и проверка соблюдения ими правил безопасной перевозки детей. Ну и, конечно, в очередной раз хочется напомнить, что, как бы ни старались полицейские, в первую очередь ответственность за безопасность и благополучие детей лежит на родителях. И хотелось бы, чтобы не только стремление избежать штрафов заставляло соблюдать нехитрые правила, но и осознание того, что элементарная безалаберность и русский авось может действительно стоить жизни. На этом у меня все. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера и праздничного настроения. Субтитры создавал DimaTorzok